Кировчане боятся еще одного роста цен, правда, уже на сельхозтовары. Напомню, в этом году весна была затяжной, а лето влажным и прохладным. В итоге погибла часть посевов сельхозкультур в трех десятках регионах. Нашей области было решено оказать поддержку из Москвы. Обо всем по порядку Анна Стефаненкова. Погибли посевы на 35 тысячах гектаров. Причинен ущерб на сумму в 300 миллионов рублей. Пострадало 131 хозяйство. Такие цифры озвучили в региональном минсельхозе. Виной всему неблагоприятные погодные условия этого лета. Холод и постоянные дожди. В августе по распоряжению губернатора даже был введен режим чрезвычайной ситуации. У природы все-таки нет плохой погоды. Конечно, были свои сюрпризы. Например, посевная у нас не как обычно началась. Она была задержка на две недели. То есть уже основной ее процесс пошел в мае. Можно сказать, даже с десятых чисел мая. Но за счет чего мы, так скажем, вырвали свой план, превысили его. Была вовремя закуплена техника по внесению удобрений новая. Помимо этого были закуплены новые удобрения. А также урожай зависит и от грамотного руководства, говорят агрономы хозяйства. Красное знамя. Это сельхозпредприятие Куменского района является одним из передовых уже много лет. В этот же ряд можно отнести племзавод «Октябрьский», также Мухинский, Зуевского района, агрофирму «Среднеевкино» и многие другие. Однако председатель Агропромсоюза области Владимир Огородов подчеркивает, несмотря на запасы и сложенную работу предприятий, расходы этим летом выросли у всех. По самым скромным подсчётам, расходы сельхозтоваропроизводителей Киевской области на проведение всех полевых работ возросли порядка на 40% к уровню прошлого года, 2016 года. А что касается животноводства, здесь ситуация лучше. Молочная отрасль развивается стабильно, надой молока вырос. Да и к следующему году хозяйство уже готовится. Но проблема этого года даст о себе знать уже сейчас. Конечно, расходы на питание остаются главными, но, тем не менее, нельзя не учитывать и другие расходы, связанные с налогообложением и стоимостью коммунальных услуг. Поэтому вот такой всплеск цен или подъём цен в рознице на молоко мы, кто помнит, испытали в 2008 году, когда необычайно высокий подъём, он, в общем-то, привёл к тому, в конце концов, к откату назад. То есть, фактически, цены закупочные упали очень серьёзно для того, чтобы восстановился рынок. Оказать поддержку аграриям решили на федеральном уровне. Деньги получат, в том числе и кировчане. В результате в правительстве России приняли решение выделить бюджетные средства на компенсацию ущерба. Проект, соответствующего постановления на сумму более 99 миллионов рублей, подготовлен и в ближайшее время будет принят. Деньги будут направлены на закупку семян дизельного топлива, минерального удобрения, на возмещение различного рода ущерба, причинённого чрезвычайной ситуацией этого лета. Средства придут уже в декабре. Анна Стефаненкова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Довича.